Опять стал вопрос создания системы, системы управления кадрами. Что это значит? У меня, как у президента, 800 с лишним человек, да, где-то в кадровом реестре президента. Ни одного президента гигантского такого объема работы с кадрами нет, как у меня. Но я терплю. И вы видите, председатель райисполкома назначаются, я их приглашу, я с ними разговариваю. Ну, может, я уже им там не ахтики задачи поставлю, но они видят президента, они чувствуют, что надо. Да в дворце независимости побудут, это очень важно. И это не только председатель райисполкома. Берите выше все члены исполкома областного, губернаторы, еще выше члены правительства, которые назначают президент, так далее, и согласовывают. Ну, 800 человек. Выстроена система. То же самое и в области должно быть, и оно есть, только я не знаю, как у вас работает. То же самое и у председателя горисполкома. У них тоже должен быть перечень кадров, которые они согласовывают, назначают и так далее. И несут ответственность. Назначили. Но и освободить никто не может без того, кто согласовывал и назначал. Ни одного председателя райисполкома губернатор без моего согласия не освободит, потому что я согласовывал назначение по его представлению этого председателя райисполкома. То есть двусторонний процесс, встречное движение создали. Почему у нас иногда плохо? Простой пример. Мне легко в этой аудитории его приводить. Попробуйте его оспорить. Некоторые разгильдяи, руководители работы, они уже создают где-то площадку, куда они выскочат. Или уволятся, или кто-то их выгонит с работы. Это должны видеть правоохранительные органы. У нас же таких немного. 22 основных руководителя района. Ну плюс еще два в Железнодорье. Получается 21 мэр, 24 в городе администрации. Да, вот они. Они все на виду, от них все зависит. И губернатор. Это главная несущая конструкция всей области. Они все под контролем. У нас правоохранительные органы. По вопросам спроса и контроля, по основным вопросам, они по вертикали подчиняются. И фактически выходят на президента. Но в то же время, живя в области, они должны решать областные задачи. Они члены исполкома. Исполком принял решение. Они обязаны выполнять. Но тем не менее, у прокурора, у УВД, у КГБ, у них огромная самостоятельность. Докладывайте. Смотрите, контролируйте. Вы за это несете ответственность. И кадры тоже. Да, вы не можете освободить там председателя горосполкома. Доложите губернатору, президенту. Через своего министра или напрямую. Я всегда откликнусь. Примем меры. То есть, здесь существует система. Но что произошло? Руководитель предприятия. Ну, допустим, колхозы. Приезжает там губернатор, предрейсполкома. Плохо. Дорогой мой прочий, еще раз уволю. Ну и увольняй. Я завтра устроюсь, буду работать и буду еще ходить и посмеиваться с тех, кто будет вместо меня работать. А вот это недопустимо. Так не было в советские времена. Уволился, тебе сразу в райкоме партии лопату в руки, иди работай. Ну, образно говоря, лопату в руки и пошел работать. Другую работу ты без райкома партии не получишь. Почему председатель райисполкома не контролирует это движение руководителей колхозов, совхозов, подчиненных ему организаций в районе? Почему? ПМК, сельхозтехники там и так далее. Должны контролировать. А руководитель предприятия, того же колхоза, совхоза, своих подчиненных. Главный агроном там, главный инженер, ветврач и прочее. Ты получил образование. Бесплатно получил. То, что на Западе бешеные деньги стоят, тебя страна научила, ты пришел, работаешь. Работай. Руководитель предприятия принял решение, выполняй. А он тоже шалтай-болтай. Ну, что ты меня уволишь, я пойду в другое место устроить. А быть не должно так. Если тебе выкинули с работы, ты можешь где-то устроиться, но нужно согласование. Если я отстраняю должность человека, администрация президента 10 раз вокруг меня ходит, без меня они не решают вопрос, потому что это входит в компетенцию президента, это его кадровый реестр. И так должно быть до механизатора. Субтитры делал DimaTorzok